Утро вторника, 13 марта, с нами встречают как раз представительницу учреждений культуры, чьи проекты были отмечены в разных номинациях городского конкурса профессионального мастерства. В нашей студии Эльвира Саидханова, централизованная библиотечная система, а также Юлия Мещерюк, музей своей не севера, Людмила Андреева, специалист по жанрам творчества и Олеся Ополева, централизованная клубная система города Губкинского. Доброе утро, девочки! Доброе утро! Я первый раз введу доброе утро с таким количеством девушек, замечательно, прекрасно, с прошедшим вас праздником 8 марта, но я знаю, что вы стали лучшими из лучших, и ваши проекты прошли, получили первые места. Один из таких проектов является эстафета здоровья. Олесь, расскажи, пожалуйста, что для тебя является ЗОЖ, что ты вложила в этот проект? Ну, это в первую очередь физическое состояние, ну, и которое непосредственно влияет и на внутреннее состояние человека. Поэтому, когда человек ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, хотя бы минимально делать зарядку по утрам, чем мы, в принципе, и занимались, привлекали людей еженедельной зарядкой. Если человек здоров, то он и счастлив. Поэтому я считаю, что мы с своей целью добились. Пропагандируем здоровый образ жизни и привлекаем людей города Губкинского и гостей города. Прекрасно, замечательно. Ну что ж, хочу обратиться к Кирилю и Мещулюк, начнем по порядку. Расскажите, пожалуйста, я знаю, что ваш проект, так же, как Академия занимательных наук, так же получил первое место, не повысит этого слова. Расскажите, пожалуйста, что включает в себя этот проект? Ну, прежде всего, хочу сказать, что это не именно мой проект, так как я начала работать только с июня месяца, а Академия уже существовала. Это был разработанный хороший проект, который осуществили на грантовые средства «Газпром-добыча-Ноябрьск», и он уже работал, он уже был. Он представлен двумя направлениями. Первое – это, собственно говоря, выставка лаборатории занимательной науки и техники, которая была закуплена на средства гранта. А второй блок – это занимательные опыты по разным направлениям физических наук и химических. Замечательно. Илья, расскажите вы о своем проекте, что включает ваш проект в себя? Мой проект называется «Молодежные горизонты в библиотеке». Хочу сразу сказать, централизованная библиотечная система выдвинула на конкурс 9 проектов, 4 из которых у нас выигрышные, успешные, среди них и мой проект. Работа над проектом, я пожелала отразить огромную работу, которая ведется с подростками и молодежью в библиотеке. Среди мероприятий различной направленности – это и духовно-нравственное воспитание, и профилактика пропаганды здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, и, конечно же, пропаганда и популяризация чтения. И, описывая проекты, я выбирала наиболее значимые и крупномасштабные, среди которых «Библионочь», в рамках которой проводилось много мероприятий, в которые приняли с удовольствием очень много подростков и молодежи. Это уличные акции, это флешмобы, это деловые, интеллектуальные игры. Описывая вот эту большую работу, проведенную в библиотеке, конечно же, проводится какой-то анализ. Мы работаем над своими ошибками и, конечно же, намечаем план работы на следующий год. И, конечно, мы будем обогащать наше мероприятие, добавлять новые формы работы, привлекательные для молодежи. Замечательно, прекрасно. Людмила, спрошу также о вашем с Олесей в проекте. Расскажите, как вы выбрали именно здоровый образ жизни, почему? В первую очередь перед нами стояла задача – это популяризация здорового образа жизни, привлечение жителей города и, так скажем, подготовка организма трудящихся к плодотворной работе в течение дня. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин дал старт такой акции, как производственная гимнастика, и город Губкинский был единственным городом на Ямале, который провел эту производственную зарядку на открытом воздухе. И инициаторами как раз были МБУ ЦКС города Губкинского. Мы за 2017 год провели в рамках здорового образа жизни более 38 мероприятий. Нас посетило более 5000 человек. Это были и детские конкурсные игровые программы, это был и фестиваль ЗОЖ, который проходил 2 сентября. Также это были и зарядки. Перед Новым годом у нас был интернет-конкурс – это новогоднее меню диетическое. Там участники представляли свои работы, и победителем были данные призы – это пригласительные билеты на новогодние мероприятия. Также Губкинская телерадиокомпания «Вектор» с нами сотрудничала. Они сделали огромное количество видеорепортажей о наших зарядках. Помимо этого, мы, анализируя 2017 год, проводили социологические опросы в социальных сетях, и также проводили анкетирование. И мы выяснили о том, что более 50% опрошенных посещали наши мероприятия и хотели бы в дальнейшем в них участвовать. Поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом и будем продолжать работу в этом направлении. Я думаю, что любое мероприятие, то есть любой проект, в нем были какие-то сложности. Были ли сложности в ваших проектах? Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, я думаю, одна из самых главных сложностей у нас возникло – привлечение людей. Потому что это обеденный перерыв, все люди заняты, все спешат домой. В субботу, да. Поэтому некоторые, например, мы работаем, а остальные люди у них выходной. Поэтому вот это наша самая сложная и основная задача – это привлечение жителей. Поэтому мы приглашаем вас каждую субботу в 12 часов на площадь ДК «Нефтяник» принять участие в нашей общегородской зарядке. Ну, это в 2018 году, Олеся. А в 2017 году, когда мы впервые вышли на площадь Дворца культуры «Нефтяник», может быть, были там сложности с погодными явлениями или было тепло? Каждую субботу, когда у нас именно была зарядка, была такая чудесная погода, прям вот она шептала. Ну, выйдите, ну займитесь здоровым образом жизни, хотя бы зарядку сделайте. Солнце всегда светило и было тепло. И мне кажется, это еще больше заряжало людей. Я видела улыбки на лицах, я видела отдачу, то есть я даже заряжалась от этих людей. Я думаю, что после этих зарядок люди уходили счастливые и с поднятым настроением, и с желанием творить, делать дела и проводить здоровый образ жизни в дальнейшем. Прекрасно. Расскажите, были ли у вас сложности с вашими проектами? Может быть, я не знаю, вопросы, которые не знали, как правильно решить, но все-таки добились успеха? При создании проекта у нас возникает всегда вопрос, как сделать серьезное мероприятие привлекательным для молодежи. Ведь молодежь у нас любит разрекламированные, популярные, модные мероприятия. И вот мы всем коллективом стремимся к тому, чтобы любое мероприятие у нас становилось ярким, веселым, интересным, и в то же время не утрачивало свой серьезный смысл. С этой целью в 2017 году был запущен у нас проект «Библиожурфикс. Успешные по собственному выбору». Суть мероприятия в том, что приглашаются успешные люди нашего города, и организуется встреча с молодежью, с подростками, где успешные люди делятся своим опытом, секретом успеха. Также успешным очень проектом стал проект «Аукцион знаний», где учащиеся старшеклассники нашего города соревнуются в интеллектуальных и творческих способностях. Юлия, поделитесь вы своим секретом, были ли у вас сложности в проекте, с чем столкнулись, как справились? Ну, сложности, наверное, бывают у всех и всегда. Да. Главная сложность проекта «Академия занимательных наук» в том, что работники музея, которые не имеют специфического образования, пришлось на ходу постигать физические законы, термины, собственно говоря, преподносить их так посетителям, чтобы им было интересно, чтобы дети увлекались и взрослые. Но проект был настолько популярен, что не только дети, приходя с классами на экскурсии, были в восторге, они еще и приводили своих родителей, друзей. То есть сам проект, сама выставка лаборатории «Занимательные науки и техники», она была очень популярна на ее базе. Так у нас и пошла дальше разработка опытов занимательных. Проект долгосрочный, он также работать будет и дальше. Сейчас у нас новый блок разрабатывается. Главная сложность, наверное, в том, чтобы сделать науку интересной, популярной, как раз-таки наглядной и эффектной. Потому что все-таки не каждый из нас любит физику, наверное, каждый из нас в школе тоже где-то что-то не понимал, не хотел, не учил. А мы хотим-то донести до наших посетителей и взрослым, много чего интересного у нас узнают на наших занятиях. Так что я думаю, проект очень успешный, об этом и свидетельствует его награда. К слову сказать, музей ведь поучаствовал в 10 номинациях и из представленных в семье победил. Так что, наверное, это показатель того, что со всеми сложностями Губкинский музей «Своение Севера» справляется успешно. Девчонки, ну что ж, с 8 марта я вас поздравил. А теперь я хочу поздравить вас с наступающим праздником – День работников культуры. Я считаю, что вы заслуженные работники культуры. Молодцы! Я желаю вам дальнейших успехов и новых побед в ваших проектах, а также в вашей работе. Хорошего вам дня! ? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова